Урю-рю-рю! Ребят, всем привет! Привет! Сегодня мы с вами поговорим о визах, о визовом режиме в Китае. И особенно поговорим о учебной визе. Мы сейчас сделаем с Катей учебную визу. Сегодня буквально должны получить. Да, сегодня буквально должны получить. Мы сейчас находимся в Китае по бизнес-визе. стоимость этой визы этих этих виз на нашу семью из четырех человек находится 82 тысячи рублей эту визу мы заказываем в москве платим за курьерскую службу 1000 рублей да еще курьеру тысячи 83 тысячи а также по этой бизнес визе нужно соблюдать именно визовый режим нужно у нас виза с коридором 90 дней это и можем находиться не больше 90 дней с того момента как заехали как заехали мы считаем 90 дней нам нужно сделать вы выезд мы делаем гонконг на что нужно тратим примерно 400 юаней на выезд на семью это только на выезд только на билеты на поискам и так далее на общественный транспорт ну плюс еще день тратится как минимум поскольку дети учатся в учебном заведении появилась такая возможность открыть учебную визу работает она каким образом она дается на полгода и на год сейчас в общем уточним я не знаю возможно на год вот так вот пальцы спустим да нет для нас если честно будет большой сюрприз потому что она не дается на год на родителя она дается на год только на ребенка она родители дается меньше чем на год она сказала на полгода дадут миграционной службе они делают так что ребенок поскольку не может находиться без родителя за границей они дают на срок чуть чуть меньше года говорят что на 15 дней всего меньше поговорим о плюсах учебной визы во-первых стоимость медосмотр нам обошелся приблизительно 500 юаней и за регистрацию визы мы заплатили 1600 юаней то есть 2100 юаней нам обошлось 4 виза 4 это меньше 20 тысяч рублей и еще второй плюс не нужно выезжать в россии чтобы делать визу хотя некоторые некоторые делают визу в гонконге я не знаю это сейчас открытая возможность или нет по моему насколько я знаю это не правомерно да там потому что в общем не будем эту тему затрагивать не дальше третий плюс что не нужно будет выезжать потому что вот эта статья расходов она такая невидимая да вот именно 400 юаней до выходила на выезд за год и нам приходилось выезжать сколько раз минимум три раза приходилось выезжать чтобы соблюдать визу в режим самый главный мне кажется плюс это все-таки экономия денег до значительно то есть такая статья расходов она просто пум исчезает для получения визы необходимо следующие документы фотографии два дюйма на синем фоне если вы придете фотостудию они знают какие фото нужно для визы единственное что нужно обязательно уточнять что вам нужна бумажка со штрих-кодом это важно потому что мы первый раз сделали просто фотографии потом нам пришлось перефотографироваться чтобы получить фотографии с бумажкой дальше нужны свидетельства о рождении детей обязательно нотариально заверены для того чтобы заверить свидетельство о рождении нужно ехать нотариальную контору стоимость 420 юаней адрес этой конторы мы вам оставим в описании полную схему выполнения действий и что куда пойти все адреса все оставим в описании ребят дальше нужна регистрация полиции вы ее в любом случае всегда делаете по приезду в китай нужно сделать в течение семи дней нужно сделать регистрацию в полиции поэтому никаких особых действий здесь делать не надо далее нужно сделать медосмотр медосмотр стоит 482 юаня за двоих за двоих я думал что ты дорого говоришь нам обошлось 482 юаня для медосмотра нужно паспорт и копии копии главной страницы копии страницы с визой и копия последнего входа печати последнего входа подожди я добавлю кое-что детям медосмотра проходить не надо только взрослым две фотографии с каждого такие же как на визу и все вон то да здание да 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 вот уже ребята мы дошли почти жарко да да даже не жаркая какая-то влажность какая-то сильно очень важно так дальше собирайте все документы и потом идете в миграционную службу а ты кстати еще не забыла сказать самое первое что нужно сделать это получить приглашение от учебного заведения нужно обратиться в само учебное заведение и попросить у них приглашения вы с этим приглашением идете в миграционку и они вам повторят какие документы надо собрать затем вы начинаете собирать адрес миграционной службы мы тоже оставим в описании а еще они предоставили нам за 100 юаней сопровождающего то есть человек который нам поможет в миграционной службе объяснить все документы подать она заняла для нас очередь и так далее все идем получать интрига да интрига насколько же у нас на какой срок нам дадут визу на какой нам срок дадут визу хотелось конечно бы на год чтобы год об этом не думать опять анализы не сдавать то есть через год придется все эти же действия повторить заново но я так понимаю что свидетельство о рождении уже не надо будет делать перевод только нотариальная заверенность вот это потому что мы все копировали оставили а это уже будет стоить не 420 юаней а 120 вот мы пришли в миграционную службу вот так это здание выглядит ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа вообще нет предела. Делалось это все около 10 дней. Вот. Что еще добавить можно? Визы нам дали на год до 12 мая. То есть получается без 7 дней год. Как мы и хотели на год. Если это видео было полезно для вас, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Впереди еще новые интересные видео. Пока!